Уважаемые коллеги, безусловно, критерием оценки исполнения бюджета является дальнейшая гуманизация общественной жизни, и с этим нельзя, видимо, никому не согласиться, и правильно министр начал свое выступление именно с этого. Что же произошло у нас с гуманизацией в жизни нашего населения за 2009 год? Улучшилось ли качество жизни? Стало ли у наших граждан больше доступности к медицинскому нормальному обслуживанию, к образованию, к продуктам питания качественным? В этом плане нам очень трудно согласиться с министром по поводу того, что у нас достигнуто очень многое в кризисных условиях для человека. Как будто не было у нас той безработицы, той дополнительной нищеты, как будто не было Пикалевых, Сычевых, Балакова или Галича в Костроме, как будто не выходила страна на улицы, включая наши моногорода, и требовала, в конце концов, и работы, и заработной платы, как будто не было этих пустых холодильников и тех детишек, которые куска хлеба не могли иметь. Поэтому трудно очень согласиться с тем, что мы исполнили свои социальные обязательства. Как же мы исполнили, если заработная плата на 3,5% уменьшилась в реальном исчислении за 2009 год, а товары и цены на товары и услуги поднялись до громадья необыкновенного. Если мы возьмем восьмой еще год, прибавим к 2009 году, особенно последний квартал, мы там на товары первой необходимости увидим такой рост глобальный. Если сложить восьмой, девятый год до начала десятого года, в разы можно говорить о таких продуктах по цене, по удорожанию, как сахар, как хлебобулочные, макаронные изделия, молочная продукция. Это все качество жизни, это все гоммунизация в общественных наших отношениях и наш бюджет. Когда бюджет по своей величине равен одному штату Соединенных Штатов Америки, о решении задач ставится достаточно глобально, потому что и великая держава действительно имеет все для того, чтобы решать проблемы глобальные с точки зрения и проведения этой гоммунизации в мире, и для своих-то граждан иметь хорошую национальную безопасность со всех точек зрения, включая внутренние системы институциональные, которые бы через модернизацию могли работать. И в данном случае формирование бюджета по величине является одним из критериев серьезных. А что же мы делаем? Мы по-прежнему ничего не делаем, топчемся на месте. У нас девятый год похоронил удвоение ВВП, одну из главных инициатив президента, а теперь и тандема и председателя правительства, и президента России. Похоронил. И сегодня Алексей правильно говорит, что до 2012 года, дай бог, мы чего-то там достигнем уровня 2008 года. Это при нашей-то статистике. Поэтому, наверное, на этих похоронах по удвоению ВВП надо ставить точку. Уважаемый товарищ, но по конкретным вещам мы не раз уже критиковали вообще профессионализм нашего министерства. Но вы посмотрите, если возьмем 44 администратора самой главной доходной составляющей, то за 9 тех дополнительных законопроектов, которые мы за 8 и 9 год по 9 году бюджета рассматривали, мы по 15 администраторам имеем отклонение плюс или минус от 20 до 40 процентов, а по 25 от 1,5 до 97 раз. Ну как можно говорить о качестве прогнозирования, планирования, если 9 раз видоизменяем и делаем соответствующие изменения в бюджет, и в 97 раз ошибаемся? Мне думается, это лишь только происходит потому, что отсутствие в реальной жизни той плановой, системной, институциональной работы, а лишь только по-прежнему остается та в реальной жизни система, которая говорит, что рынок все отрегулирует. Мы категорически возражаем против одного и второго на этом направлении действия в реальной жизни нашего Минфина. Мы дали конкретное предложение нашей фракции Компартии Российской Федерации, что бюджет можно удваивать. И при царе, при том же капитализме, слушайте, всегда табак, алкоголь и другие системные вещи работали на всю страну. Природный комплекс, ресурсы. Почему эта дельта природной ренты идет сегодня опять по карманам олигархов? Почему мы не направили средства, те 6 триллионов снова по банкам разошлись, и здесь Алексей Леонидович говорит, да вот мы там в обороне и прочее, прочее. Да нет, не решены антикризисные в этом плане и ваши даже мероприятия. 100 миллиардов для кредитования, 10-я часть только оборонных предприятий использовали. Авансирование на уровень 50-70% под оборонный заказ тоже не было осуществлено. Да любой вопрос по реформированию всего того, что намечалось от строительной отрасли до малого бизнеса, вы по большому счету провалили. Мероприятия, как счетная палата отмечает, осуществлены лишь только на 50% по экспертным оценкам с точки зрения эффективного использования бюджета. Весь мир, вся страна, наш президент, все говорили о растащиловке тех средств, которые вы изымали из зарплаты, из пенсии все предыдущие этому году лет. Не доплачивая, ничего не делает для развития людям деньги эти, ничего не делает для развития реального обрабатывающего секр экономики. Вы посмотрите, какой провал. Президент говорит о модернизации. Возьмите электронику, возьмите любую составляющую ради электроники. Мы увидим с вами, что из, по-моему, там из 9 целевых индикаторов, 9 только, а 9 по 9 нет выполнения. Возьмем строительную отрасль, там из 17 и 12 не выполнено этих целевых индикаторов. Сергей Вадимович об этом говорил. Из 830 целевых индикаторов 600 только имеют выполнение. За что не возьмемся, по любому вопросу, наукоемкое производство. В 10 раз меньше объема сегодня запланированного, около 4 миллиардов рублей. За что не возьмемся, везде провал, и мы выдаем этот провал за нормальную политику. Да мы убеждены, что именно нерешение, нежелание решать вопросы, в том числе и в борьбе с инфляцией, гоммунизировать процессы жизни и качества жизни людей, направление денег на развитие нашей экономики, в целом промышленного, сельскохозяйственного производства, привело к тому, что у нас сегодня станков, оборудований, машинных строений 1% собственного идет на приобретение в том же 2009 году. Это в 82 раза меньше, чем в той же Японии, в 30 раз меньше, чем в Германии и так далее и тому подобное. Когда мы в конце концов решим вопросы национальные, обеспечиваем модернизацию и в налоговой системе, и в реформировании самых главных наших направлений, связанных с улучшением качества жизни людей. Вы посмотрите, в этом году вы 50 миллиардов долларов как минимум затратите, чтобы закупить продукты питания в других странах. Кормить будем снова того фермера и ничего не делаем для того, чтобы наше сельское хозяйство развивалось. Девятый год в экологическом плане последние копейки, и то нет выполнения соответствующего на этом направлении. Вот эти пожары, вот народ гибнет в этих пожарах. Горят леса, среда, место обитания, которое Конституции нам гарантируется как нормальное, сегодня просто превращается в неблагоприятную среду, где ПДК допустимое в десятки раз сегодня превышает в том же атмосферном воздухе вредных веществ. И вы говорите о том, что мы устояли, мы удержались, и вот там где-то за рубежом приняты меры, которые как бы будут контролировать, теперь этот мыльный пузырь не будет проявляться у нас. У нас с вами в ГБСе, вот главные бюджетные распорядители, 50% не имеют внутреннего контроля. Как вы контролируете? Вы увидели вот в авионике, где-то вы там еще в каком-то предприятии отчет получили. Они сами-то не могут контролировать, они сами там сплошь ведут эти вопросы через коррупционные системы. Ваша Круни успевает, счетная палата внутри этих систем также работает слабо. Я в заключении хочу сказать, что если мы в конце концов дельту природную не будем использовать в отношении всего народа, если мы не ведем прогрессивный налог, не улучшим систему управления, если мы все вместе не почувствуем всю нашу ответственность за то, что происходит в России, беда будет в нашей стране. Поэтому всех призываю к более жесткой системной работе по бюджету на 2011 год и далее.